Добрый день, дорогие телезрители, дорогие братья и сестры! Сегодня 21 апреля, православные верующие вспоминают одно из величайших событий – вход Господень в Иерусалим. А наши братья-католики в этот воскресный день празднуют День Светлого Христового Воскресения. Поэтому искренне хотелось бы поздравить всех верующих католическое вероисповедание с наступившим праздником Светлого Христового Воскресения и пожелать пасхальной радости. Ну, а наших православных телезрителей поздравляю с двунадесятым праздником Вербного Воскресения, Недели Ивайи или входом Господним в Иерусалим. А наша Пасха, наш праздник Светлого Воскресения наступит через неделю, и уже мы начинаем предвкушать также эту пасхальную радость. И, наверное, каждого верующего христианина уже, скажем так, эта радость посещает. И вот сегодня мы вспоминаем событие, которое происходило за шесть дней до Пасхи. Это когда Господь вошел в последний раз во Святой Град Иерусалим. И вот я зачитаю это Евангелие от Иоанна, 12 глава, 1, 18 стихи. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Ифанию, где был Лазарь, умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда, Симонов, Искариот, который хотел предать Его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за триста динариев и не раздать нищим?» Сказал же, Он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носило, что туда опускали. И Иисус же сказал, «Оставьте ее! Она сберегла этот день погребения Моего, ибо нищих всегда имеете с собой, а Меня не всегда». Многие из Иудеев узнали, что Он там и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради Него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали, «Ассанна! Благословен грядущего имя Господне Царь Израилев!» И Иисус же, найдя молодого осла, сел на Него, как написано, «Не бойся, дещер Сионова, Се Царь, твой грядет, сидя на молодом осле!» Ученики Его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. «Народ, бывший с Ним, прежде свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил Его из мертвых. Потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это великое чудо. Фарисеи же говорили между собой, видите, что не успеваете ничего, и весь мир идет за Ним». Вот так кратко описывается последний вход, последнее посещение Иерусалима Господом нашим Иисусом Христом. И мы знаем, что Христос идет на вольное страдание, на вольную смерть, для того, чтобы пострадать на кресте и искупить вот этой крестной жертвой грех всего человечества. И вот нужно сказать, что традиция входа торжественного – это был такой принятый обычай. И когда завоеватели, цари, приходили с победой в Иерусалим, они въезжали на колесницах, на белых конях. Но Господь входит смиренно, Он входит в этот город, въезжает, точнее, на молодом ослике. И вот народ Его приветствует, народ радуется, что наконец-то пришел царь израильский, царь Иерусалима. Но многие Его именно как царя земного приветствуют, потому что чудо, которое Господь совершил, оно было очень великим и не поддающимся каким-то логическому заключению. Господь воскресил накануне четверодневного покойника Лазаря, от которого уже начал исходить запах тления. Господь возвал его из этого гроба. Человека, который уже, ну, понятно, по понятным причинам, произошла смерть. И вот Господь ему возвращает жизнь. И вот в песнопении церковных поется, что Господь общее воскресение, как бы вот этим событием показывает и общее воскресение, и то, что Он тоже воскреснет измерт. Он хочет этим событием, вот этим воскрешением Лазаря показать, что смерть уже не имеет той силы над человеком, какую она имела до его пришествия в мир. И вот, конечно, это событие поразило многих людей, пришедших тогда в Иерусалим. А пришли они в Иерусалим на праздник Ветхозаветной Пасхи, на праздник Еврейской Пасхи. Народу было множество. И эта молва мгновенно облетает весь народ, что вот этот галилейский учитель, галилейский пророк, как его еще называли, воскресил четверодневного покойника. И о нем слышали не только по этому событию. Он многих людей воскрешал, он исцелял больных, и многие принимают его за земного царя. И вот, когда он входит в Иерусалим, его приветствуют пальмовыми ветками, кричат «Асанна, Вышний! Благословен гряды во имя Господне! Сын Израилев! Царь!» Но мы знаем, что Господь приходит восстановить царство, но не земное царство. Не стать владыкой для того, чтобы восстановить временное царство на земле. Господь идет совсем с другой целью. Еще раз, может быть, повторюсь, для того, чтобы пострадать добровольно и принять мученические страдания на кресте. И вот в этот день положено освящать вербу в наших храмах. Мы приходим в храм не с пустыми руками, приходим с веточками вербы в знак тех людей, которые приветствовали Христа пальмами и ветвами. Но так как у нас не произрастают пальмы, то мы идем в храмы с дарами нашей скромной природы, с веточками вербы, для того, чтобы поприветствовать Христа. И хочется отметить, что в этот день очень много людей приходят в храмы для того, чтобы побыть на богослужениях, поисповедоваться, принять таинства Христовы, причаститься к телу и крови Христовых. И вот следует сказать, что за праздником Вербного Воскресения наступает Страстная Седмица, неделя страданий Господа. И каждый день он посвящен какому-то определенному событию, эпизоду из последних дней жизни Господа. И вот в Великий Понедельник мы вспоминаем Ветхозаветного Патриарха Иосифа, которого из зависти продали братья в Египет. Это Ветхозаветное событие есть прообраз страдания Спасителя. И в этот день еще вспоминается искушение Господом, покрытой богатой листвой, но бесплодной смоковницы. В Великий Вторник мы вспоминаем, как Христос входит в Иерусалимский храм и учит в храме и вне храма. Он уже открыто говорит о первосвященниках и книжниках. И уже его положили, скажем так, мысль такая возникла, чтобы предать его на смерть. В среду Иуда Искариот предает за 30 сребряников Христа. Он соглашается указать на Господа в Гефсиманском саду. В Великий Четверг вспоминается два важных события. Одно – это самое главное установление таинства Святой Евхаристии, таинства Святой Литургии, можно так сказать, которая совершается в храмах, когда Господь совершает тайную вечерю, указывая на хлеб и вино, говорит, что «приимите, сие есть тело Моя Нового Завета, указывая на вино, сие есть кровь Моя Нового Завета, ежа за вы, изливаемая во оставление грехов». Этот четверг называется «Чистым четвергом», потому что по старинным таким традициям древним, к этому дню уже заканчивались дома различные уборки, и христиане с этого дня уже старались посещать все богослужения перед праздником Пасхи. И в этот день, в Великий Четверг, служится литургия, на которую приходят верующие христиане, чтобы причаститься к телу и крови Христовы, а вечером, перед Голгофой, перед распятием, читаются страстные Евангелия, Евангелия о страданиях Господа. И также в четверг вспоминается, как Господь умывает ноги своим ученикам и апостолам, показывая путь своим апостолам, путь служения, которое должно сопряжено быть со смирением. Вот как Он умывает ноги апостолам, так Он и говорит, что и апостолы должны быть служителями народа, не царями, не князьями, не господами, а служителями. В Великую Пятницу вспоминается страдание Господа, вспоминается Его распятие на кресте. В этот день во всех храмах выносится святая плащаница. В этот день не положено совершать литургию в знак великой скорби. И многие, многие верующие приходят приложиться к святой плащанице, которая прообразовывает собой положение Господа Иисуса Христа во гроб. В Великую Субботу мы вспоминаем то, что Господь пребывал во гробе. И тропарь, молитва этого дня Великой Субботы, во гробе Плоцки, в уаде же с душею, в раи с разбойником, и на престоле было си Христе. То есть, в эту Великую Субботу, день еврейского, иудейского, скажем так, иудейской Пасхи, Господь пребывает во гробе, не нарушая этот день, Он пребывает во гробе плотью, в раю с разбойником и на престоле своим божеством. И вот за верным воскресением следует вот эта вот неделя страданий Господа. И очень важно и нам всем поразмыслить еще раз и еще раз над этими важными событиями, которые вспоминает Церковь в эти священные дни. И очень часто мы видим, что на верное воскресенье очень много людей приходит в храмы, а на Страстной Седмице, к сожалению, количество поменьше. И поэтому очень важно в эти дни как-то постараться отложить какие-то земные заботы, хлопоты, и постараться побыть в храме, почитать Евангелие, потому что это неделя страданий, можно сказать, самая такая важная, трогательная неделя вообще в течение всего года. Но сегодня я еще раз и еще раз поздравляю всех вас, дорогие мои, с праздником Входа Господня в Иерусалим. Желаю всем праздничного хорошего настроения и желаю, конечно, помощи Божией пройти вот эти оставшиеся дни Великого Поста, Дни Страстной Седмицы, Дни Страданий Господа, побыть в эти дни в Церкви, еще раз и еще раз подумать над той великой жертвой, которую Господь совершил в нас ради нашего, ради спасения. И, конечно, подготовиться к празднику Светлого Христового Воскресения и с радостью встретить это величайшее событие, величайшее торжество нашей веры. С праздником! Благодарю всех за внимание!